Игрушки В общем-то, человеческие Возможно, они где-то уже были созданы Какими-то авторами В каких-то фильмах, мультфильмах Эти монстры уже создаются И если они ложатся на то, что Актуальные потребности у детей Которые есть в данный момент То, наверное, хочется им, может быть Эту игрушку купить И как-то с ним поработать С этим монстром Потому что, в принципе, если мы Этого монстра возьмем в руки Потрогаем, посмотрим, что он не такой уж и страшный То, может быть, избавимся от кошмаров Навязать извне Трудно что-то Человеку, если нет у него отклика внутри Так как у нас сейчас Огромные возможности прийти в магазин И выбрать то, что нам хочется То, что нам нравится То выбор-то за нами, за родителями И за детьми, так ведь? Выражать агрессию, выплескивать агрессию Которая есть, могут помочь игрушки Выплескивать Кто играет агрессию? Но, в принципе, понимаете, в чем дело? Дело в том, что у нас как-то В русской психологии Или в русском воспитании В русском отношении к детям К этим вопросам Существует такая запретная тема На тему агрессии Понимаете? То есть у нас положительные эмоции Всегда в детях приветствуются, поощряются Агрессия, она, в принципе, заложена В природу человека Понимаете? Дело в том, что мы должны Наша задача, как психологов, педагогов Научить именно эту агрессию Выражать социально приемлемым способом детей То есть если мы это будем выражать В играх компьютерных, например Ну, не говорю, что там надо заниматься Ими там, этими играми Сутки напролет Но поиграв, может быть, в какие-то стрелялки Да, он выплеснет какие-то свои чувства Негативные, да И, может быть, меньше Проявит их к людям, так? Страхи, да Ну, в общем-то, в жизни они возникают От чего причины разные могут быть, да Может быть, для ребенка трагедия, там, развод родителей, да Или, может быть, пьянство И есть такое, и насилие домашнее, да Которое ребенка видит в семье Как вы думаете, с чем связана вообще такая инициатива Татьяна Загородняя о том, что нужно запретить этих монстров? Ну, дело в том, что, возможно, просто это, так сказать, легкий путь Да, и яркий, и наглядный И сразу мы увидим какой-то результат Что мы там вот изымем все игрушки, тетрадки Это будет, так сказать, можно показать На телевидении эту акцию, да Вот, а, ну, проблемы мы не решим Вот в чем дело Ну, конечно, большинство В большинстве своем игрушки должны быть приятными, добрыми И, наверное, какими-то уютными Потому что детям в этом возрасте, вот в дошкольном особенно Им важно чувствовать безопасность Потому что, когда дети не чувствуют безопасность Они как-то начинают и вести себя плохо Ну, что для родителей, в первую очередь, важно И они не могут нормально развиваться Потому что они должны тратить свою энергию на то, чтобы себя каким-то образом защищать Потому что, опять же, на своей же практике могу сказать, что Вот дети, которые ходят ко мне на занятия Очень часто играют в каких-то злых монстров и так далее И если раньше, например, не давали эти игрушки А сейчас дают, я вижу, очень большую разницу в поведении Потому что тогда они могли проявлять агрессию Она дозирована Сейчас она очень разрушительно действует То есть они ломают мебель Они пытаются бить других детей И мотивируют это тем, что я злой трансформер И я должен всех убивать Игрушек может не быть Или быть одна, две, три Но это должны быть любимые игрушки То есть ребенок учится не просто играть У него развивается креативность То есть он уже начинает придумывать, что вот сейчас я с ней поиграл вот так А потом вот я ее накормлю, а потом ее напою А потом у меня начинаются вообще какие-то диалоги с игрушкой А если у тебя их миллион, они валяются везде Об них все спотыкаются Уже перестает ребенок ценить вообще что-либо в жизни И потом это, в общем-то, даже влияет на его дальнейшую жизнь Поэтому в качестве игрушек можно давать что-то другое Можно давать какие-то бытовые вещи Например, там, не знаю, перебрать пшено Я думаю, что не нужно запрещать все подряд Но нужно просвещать родителей, во-первых Чтобы родители понимали вообще, что происходит вокруг Можно ограничить выпуск Можно снизить количество вот именно каких-то вот Этих ужасных просто, там, не знаю, мертвых Барби Государство может контролировать качество этих игрушек Оно может контролировать, может быть, ввоз импортных каких-то игрушек Потому что от китайских реально, например, было такое, что люди травились Может быть, какой-то внешний вид Потому что есть игрушки настолько уродливые Что они формируют совершенно неправильное представление детей о красоте КОНЕЦ 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 КОНЕЦ